Всем привет! Я сейчас иду на шоппинг. Давайте поговорим об успешности. Чем отличается успешный человек от неуспешного, опыт, миллионеров? На самом деле мы всегда будем с вами страдать. Либо это страдание от дисциплины, это нужно себя ломать, чтобы делать те действия, которые нам не нравятся, либо это боль, к сожалению. Дисциплина весит граммы, а боль, к сожалению, тонны. Когда успешный или неуспешный человек, чем отличается успешный или успешный человек, который идет в спортзал? А может быть кто-то не идет в спортзал? Один и второй, он ненавидит спорт. Но успешный человек понимает, зачем это ему надо, потому что эффект это накопительный. Он тебя ломает, он преодолевает этот барьер. Скажем так, неуспешный, он так же его ломает, ему это не нравится. И он просто это не делает. Самое интересное, что накопление происходит не сразу. Накопление происходит годами. Один, два, три, пять лет. И, как я уже говорила, что отклонение всего лишь на один градус самолета, даже если мы в Майами находимся, самолет может прилететь не в Нью-Йорк, а совершенно в другое место. Поэтому очень важно ваш фокус, куда вы летите, как направление. И может показаться, что какие-то совершенные действия, ну, никчемные, то есть они к вас ни к чему не ведут. Какие-то вот сегодня делать или не делать, завтра делать или не делать действия. А в конечном счёте получается, что одни люди становятся успешными, а другие нет. Это как вот, например, да что там я сегодня съем гамбургер, или там съем какой-нибудь фастфуд бесполезный, или не съем. Вы можете съесть, можете не съесть. И это потом будет с каждым днём, вот эти вот капельки, они откладываются на вашем состоянии здоровья. Так же, как курить, так же, как и полезные привычки. Причём, когда вы делаете что-то полезные привычки, они совершенно незаметны. Вот это и разница в том, что вы никогда не увидите, когда вы делаете успешные действия, вы никогда не увидите результата сразу. Вы вообще не увидите. А когда вы делаете бесполезные привычки, то наоборот сразу. То есть вкусная еда, да, вы сразу получаете кайф. Это кайф. А хорошие привычки – это невкусная еда. Эффекта нет никакого. Это раздражает. Вот. Так же, как и спорт, так, как и всё. Да, но меняя себя, становясь лучшим, вырабатывая все правильные привычки, совершенствуясь, мы добиваемся успеха. И у каждого своя планка, какой он хочет себе поставить. Если вы хотите расти, вы должны себе номерать команду из таких же людей с высокими ценностями. Для этого вы должны сами таким быть. Потому что, как вы знаете, подобное притягивает подобное. Вот, запыхалась. Сейчас я вам покажу ещё один красивый вид. Мостик. Мосты разводятся, как только проплывают классные яхты. Вот. В прошлый раз мы ехали, попали, скажем, на машине проб, когда разводили мосты. Это я, наверное, последний человек, и дальше будут мосты разводить. Вовремя я это сделала. Вот. Слышите, такой тревожный сигнал. Вот там уже... А-а-а! Ну, тут шлагбаумы опустили, подняли. Сейчас видно какая-то... А, вон там яхточка плывёт, видите? Вот. Видите, как раз... Очень интересно, они мысли материальные. Ну, как бы и вообще. Стало замечать, что... Вдруг раз, какая-то вопрос, причина, ситуация всплывает. И я понимаю, тут же это происходит. Человек, который ты вот-вот увидишь, да, ты о нём должен подумать. Также я вам рассказала про мосты. И, переходя через мост, зазвенела. Вот. Это нечасто бывает в течение суток, но тем не менее, да. Вот называется это уже интуиция, которая перешла в опыт. Ещё раз сказать, общее впечатление об Америке. Конечно, здесь здорово, интересно. Очень быстро привыкаешь ко всему. Ну да, нравится. Как бы... Вчера мы поплыли на яхтах, на яхточках, да, вот осознание того, что ты плывёшь, я не знаю, там может быть яхт 800, наверное, я точно увидела. То есть у каждого домика, у каждого там виллы, своя яхточка, яхта, 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 море. И, как понимаешь, это ценник. Откуда у людей деньги? Там яхточка 20 миллионов, 30 миллионов, домик 20 миллионов, 40 миллионов, 50 миллионов долларов. Я не представляю. Представляете, вот здесь вот в Майами столько живёт народу, сколько у них этих миллионов, да, откуда такие деньги. Вот. Ну, здесь, конечно, жизнь дорогая, вот, и получается здесь хорошо в среднем. Но, опять же таки, тянет домой, на родину, к своей семье.